всем добрый вечер в эфире радиостанция новости с луны с неизменным диктором юджином что же случилось в городе за эту неделю возрадуйся народ наконец-то вышел русификатор на library of ruina от команды tales and stories что переводили корпорацию лоботомия пока что переведены лишь истории и книги интерфейсы страницы аномалии еще будут доделываться установка простая скачиваем архив по ссылке в паблике вк или по ссылке в описании две папки из него переносим в папку с игрой если ранее была папка waste mode удаляем ее главное меню не было переведено так что не пугайтесь если вас встретит континуэ и бурн букс проходите читайте радуйтесь жизни думаю многие из вас помнят iron lotus тема боя ссял за авторством группы мили на официальном канале бэнда есть забавное видео к этой песне где в центре внимания милая зефирка с булочками которым позавидуют девушки но мы сейчас не о переднем плане а заднем на припеве за спиной зефирки появляются красные лучи и некоторые зрители нашли в них сходство с политическим флагом как я понял с флагом камикадзе мили публично извинились в твиттере сказали что это их вина что они не уследили они не хотят чтобы у нас в голове выросло непоразумение и все больше действий не было предпринято но постой видео вышло 7 месяцев назад почему изменяется только сейчас из документа касательно музыкального видео iron lotus мы не были уверены является ли публичное заявление правильным способом выступить с этой проблемой в общем умонов что не история то юридическая суматоха как подметил один из участников дискорд сервера пятница походу снова святой день для комьюнити project moon ибо нам показали еще один постер с на этот раз доном кихотом ламанческим или скорее кихотой главный герой романа премудрый гидальга дон кихот славанчи за авторством мигеля де сервантеса в лимбусе эта девушка со светлыми волосами она одета в белую рубашку с красным галстуком черные штаны и китель в руках держит копье с надписью sueno imposible с испанского невозможная мечта за романом эта мечта стать рыцарем что разбивается а старчерский маразм все ее одежда усыпана значками а на самом кителе надпись номер три полагаю самая интересная деталь в значок пурпурной слезы связь возможно как не знаю а какой смысл имеют другие значки можно только догадываться возможно их понавешали чтобы подчеркнуть юмористический характер персонажа который и так задается улыбающейся мордашкой на поясе героини вообще есть теория что кихот сама хотела стать цветным корректировщиком но не суждено и она просто купила много значков в том числе и слезы но почему-то на ее значке делается большой акцент в общем хрен его знает а на этом заканчиваются новости этой недели надеюсь вам было интересно подписывайтесь делитесь с друзьями и до следующей субботы